Всем привет, друзья! С вами Андрей, это канал Футбол Это Жизнь и мы продолжаем нашу карьеру за Дортмундскую Боруссию. Перед началом этого видеоролика хотел бы вам напомнить о том, что у меня есть второй канал, игровой канал РНТ. Ссылочка на него есть в описании под этим видео, поэтому переходите, подписывайтесь, кому интересны игровые прохождения или летсплеи на ютубе, буду рада всех там увидеть. Ну что же, первый выпуск в 2022 году по карьере за Дортмундскую Боруссию и небольшие у меня изменения по данной карьере произойдут. Каждый у нас выпуск вмещал в себя 4 матча, но вот теперь мы будем каждый выпуск отыгрывать целый месяц. В этом, как мы видим в выпуске, мы отыграем 5 матчей, то есть 2 игры в Лиге Чемпионов, при том, что они еще и домашние, 2 выездные игры в Бундеслиге против Лейпци и Больсбурга и домашние в Бундеслиге против Штудверта, поэтому вот такие у нас матчи. Сейчас у нас интересная ситуация на групповом этапе Лиги Чемпионов у трех команд, у Боруси, у Спортингов и у Аякса по 6 очков после первого круга, поэтому будет интересно посмотреть на развязку во второй половине, и тем более мы еще играем 3-4 тур против Бешикташа, который занимает 4 строчку. Будем играть стартовым составом, он на ваших экранах, может второй у нас более-менее такой уставший. Итак, по сравнению с клубом Боруси Дортмунд, Бешикташ считается более слабой командой. Я даже не знаю. Нужно играть лучше, ответим так. Так, в прошлый раз вы показали, что Боруси Дортмунд вам не соперник. Вот это вообще замечательно, Боруси Дортмунд, мы же с Бешикташем играли, почему такая вот сейчас косяк в пресс-конференции? Давайте скажем, победитель всегда остается победителем. А в последнее время ваша команда находится в прекрасной форме, и не сомневаюсь, что мы сможем в такой же форме оставаться. Так, ну и кстати, кандидаты, название игрока месяца в октябре. Два игрока из Баварии, это Коман и Мюллер, есть еще один игрок из Аутсбурга, я не знаю, правда, кто это. Сейчас нам покажет, это Калиджури. И наш Лиан Брандт. Поэтому будем болеть на то, чтобы именно он стал, но там, в принципе, посмотрим. Ну что же, домашняя игра в Лиге Чемпионов против Бешикташа. Состав у нас самый стартовый, у них, кстати, у всех замечательная, как-нибудь так сказать, физическая форма. У всех полностью заполнены стамины. Ну что же, поехали. Итак, нам показывают Эрлинга Холланда, который за три тура уже забил шесть мячей. Хороший у него результат. Ну что же. Давно у нас не было хорошего результата дома. Бешикташа 4-0 мы вынесли на выезде. Поэтому будем стараться сейчас дома перед родными болельщиками показать такой же качественный футбол. И в дальний угол. Но нет, здесь Гунок Мерт очень хорошо отыграл. И вот ошибка какая, Малин. Я даже сам не понял, как так произошло. Я думал, действительно, сейчас точный вот мяча пошел, но нет. Смотрел я уже абсолютно на другого своего игрока. То есть Малин как-то, ну вот, автоматически отобрал, перехватил этот мяч. Смотрим еще раз. Мне просто интересно, как так вышло. А, ну, здесь все понятно. Хороший момент был. Ну и Малин забивает гол в Лиге Чемпионов. Не знаю, какой. Второй. Так что, хорошая у него результативность. Томас Минье. Ой, ну здесь по ногам. Получает это можно и красную, либо желтую. Красную карточку сразу получает Малин Куду. Во-первых, после того, как они еще и пропустили. Сейчас они проигрывают в один мяч. Но здесь еще прямыми ногами в подкате сзади. Прямая красная карточка на чужой половине поля. Фол еще был. Ну и с 20-й минуты Бешикташ будет играть в десятером. Холланд. Хорошо находит пасом Ройса. Ройс с Холландом отыгрался. И это 2-0. Сразу же в этой же атаке Борусия забивает очередной свой гол в Лиге Чемпионов. И забивает Эрлин Холланд. Седьмой уже мяч на счету норвежца. Пошла подача. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. И пропускает. Пропускает Борусия. Ни одного мяча Борусия не пропустила на выезде с Бешикташем. А тут Сакала вроде. Если я правильно посмотрел. Забивает. Уменьшает преимущество Борусии. Малин. Эрлин Холланд развернул. Какая? И можно в дальней пробовать. И снова Малин. Вы посмотрите, какие голы сегодня Малин забивает. На каких-то действительно отскоках. Но у Малина есть вот это вот, оказывается, голевое читье. Он появляется там, где нужно. Ну и замечательно. 3-1. Снова Борусия делает разницу в два мяча. Холланд здесь хорошим, конечно, ударом решил пробить. В дальний угол. В итоге голкипер отбивает. Ну и вот здесь вот два защитника не смогли защитить створ ворот. В итоге третий уже гол Малина в этой лиге чемпионов. Отлично Гюррера в отборе в этом отыграл. И хороший сейчас рывок делает Эрлин Холланд. Но это выход 1 на 1. Как сейчас шикарно отыграл Эрлин Холланд и забивает тоже сегодня дубль. По дублю за первый тайм у Малина и у Эрлинга Холланда. У Эрлинга Холланда это уже 8-й гол в этой лиге чемпионов. То есть в среднем за игру он забивает по 4 мяча. По 2 из них, да. Потому что сейчас 4-й тур идет. Но надо, кстати, посмотреть, сколько всего матчей Эрлин Холланд отыграл. Нам и не показали, кстати. Вот это вот обидно. Но мне кажется, он в каждом участвовал. То есть в 4-х матчах из 4-х возможных. Хатчинсон заброс такой на Сакала. Хатчинсон удар! И вы посмотрите, вот снова какой-то вот отскок пошел. Как-то вот не идет игра у Бюрки. Я не знаю, скорее всего, будем мы... Ну тут даже нельзя сказать, что это ошибка Бюрки. Потому что там должны были и защитники как бы накрыть отскок мяча возможный. Но мне почему-то кажется, что нам надо уже Кобеля ставить в первый состав. У них одинаковый рейтинг, но на будущее, так сказать. Два пропущенных мяча, вообще абсолютно ненужных. При том, что пропустила Боруссия в большинстве. Джан! Прострел на Эрлинга Холланда, и тот забивает хэт-трик. Хэт-трик Эрлинга Холланда. Давайте еще в стиле Крещена Роналда. Вот он отпразднует вот так. Почему-то, кстати, празднование не до конца показали. Но да ладно. В любом случае, Эрлинг Холланд увеличивает для себя личное преимущество в списке бомбардиров данной Лиги Чемпионов. Вот и Марко Ройс. Какой заброс на Холланда, и тот делает покер. 6-2 на табло. Боруссия куражится как может. Но в любом случае, даже в таких победах можно найти виноватого. Именно в составе Боруссии Дорклунд. Два пропущенных мяча. Все-таки такой звоночек. Много, мне кажется. Очень много пропустила Боруссия за сегодня. На один гол хотя бы должны были пропустить. Но не два. На Малина. Малина дает на Дауда. Вы посмотрите. Дауд. И на Холланда. Тот забивает пятый. Все сегодня в этом матче делал Эрлинг Холланд. Забил пять мячей. Одиннадцатый уже гол его в Лиге Чемпионов. Ну давайте и Вульфа даже не на своей позиции выпустим. Потому что ну здесь уже просто пусть парень практику получит. Но как играет сегодня Боруссия в атаке? Понятно, что в большинстве были забиты, если я не ошибаюсь, ну шесть мячей, потому что уже при счете 1-0 удалился игрок Бешикташа. Малин. Малин с мячом. Подача на Холланда. И ну здесь как-то вот неудачный момент. Холланд забивает. Вы просто посмотрите. Шесть мячей забил Эрлинг Холланд. Как сейчас ужасно отыграла оборона Бешикташа именно в этом даже моменте. И вот такой момент пропустили. Ну что же, финальный свисток. Разгромная победа Боруссии. Мне кажется, это самое будет разгромное за все мои карьеры в этом году. 8-2. Холланд забил шесть мячей при девяти. Ударок по воротам. Замечательная статистика норвежца. Ну и что сейчас по статистике? По ИГ. Интересно, конечно, посмотреть. Мы наиграли. Даже на девять мячей. Ну и Бешикташ, как мы видим, тоже на три наиграли. Но все равно по статистике, это просто они уже под конец, наверное, этот XG набили. Потому что я видел эту статистику во время матча. У них было два удара в створ. Как раз эти два удара в створ они и забили. То есть под концовку они там уже начали с любых позиций бить, чтобы, наверное, этот XG себе набить. Но сейчас посмотрим по оценке. Итак, Малин дубль плюс две голевые. Холланд шесть забитых мячей. Это вообще для меня вроде впервые в этом году, чтобы один игрок забил шесть мячей. Джан отдал одну голевую передачу. Ройс две голевые. Даут вышел также, одну голевую отдал. Ну и, как мы видим, плохо отыграл Аканжи. Плохо отыграл Хюмельс. Плохо отыграл Бюрки. То есть вот вся линия защиты, кроме фланговых защитников, отыграли ужасно. Ну, выше у них все равно оценка 6.0, но все равно вопросы к ним у меня есть. Итак, пришло нам сообщение по Джану. У него график развития плюс единичку к рейтингу он за этот сезон добавил. Давайте изменим ему тогда тренировку. Может быть там есть какая-то быстротечная. Ну нет, также мы ему оставляем бокс-то-бокс. Через 75 недель будет рейтинг 84. Ну что же, игроки у нас отправляются в сборную. Биллингем в сборную Англии, Витцель в сборную Бельгии. И Брандт с Джаном отправляются в сборную Германии. Но у нас пресс-конференция, посвященная матчу Лейпциг-Барусия. Первая строчка против третьей. Итак, начало для вас сезона было не самым удачным. Сможете исправить ситуацию. Всякое бывает, давайте вот так ответим. Вам прицепит матч против клуба Лейпциг. Настоящая битва титанов. Кто выиграет? Ну, проведем матч и увидим. Тоже так будем нейтрально относиться. Ну и есть хорошая вероятность, что победим мы. Ну что же, я надеюсь, у меня первый состав готов. Но вот кроме Джана, к сожалению. Но посмотрим. Может быть и в старте кто-то вместо него выйдет. Тот же Цабаслай против своей бывшей команды. Давайте мы на этот момент сейчас и посмотрим. Даут, Бранд, я даже не знаю. Давайте Цабаслая при минус один и того же Кобеля. У него хорошая форма. Сейчас плюс четыре, так же как и у Бюрки. Поэтому я после вот этих двух пропущенных мячей Бюрки давайте попробуем поставить Кобеля против серьезного соперника в чемпионате. Вот посмотрим как раз, что из этого выйдет. Поехали. Ну что же, мы в Лейпциге. Red Bull Arena приветствует нас. Лейпциг против Дорфинской Баруси. Третья строчка принимает первую. Интересно, конечно, посмотреть. При том, что отставание у Лейпцига до Баруси всего лишь в одно очко. Еще и матч домашний. Поэтому все должно быть в пользу Лейпцига сегодня. Но в любом случае, мне кажется, по котировкам букмекерских контор победить сегодня должна Дорфинская Баруси. Пока что уверенно. Первые такие моменты, но он забирает. Холланд на Малина отдает, но это все. Здесь нужно забивать, мне кажется. И сам решил здесь уже даже пробить. И Холланд тоже попытка была неплохая. И сейчас может быть. Эрлинг Холланд 1-0. 19-ая минута. Эрлинг забивает очередной мяч в составе Дорфинской Баруси. Итак, очередной угловой у Дорфинской Баруси. Снова подача Гюрера. И снова вот на Хюмельс она пошла. И все-таки уже получилось. Я не знаю, сколько. Четыре уже подачи было на Хюмельс в первом тайме. И все-таки вот это вот последнее перед самым перерывом оказалось результативной. Гюрера отдает голевую передачу. И капитан Дорфинской Баруси, Мат Хюмельс, увеличивает преимущество Баруси на выезде против Лейпцига. Бранд отдает пас на Холланда. Ну и Эрлинг не забил прошлый момент, отдает теперь на Малина. И тот делает счет 3-0. 3-0. Я не знаю, что вот сейчас с нашим, так сказать, таблом. Там 85-ая вроде минута. Этот значок Бундеслиги залез на время. Но в итоге 3-0. Холланд отдает голевую передачу. Не пожадничал. Ну и давайте Фомина даже выпустим под концовочку вместо Вицеля. В Беллинге, но почти. В итоге все. Финальный сысток. Разгромная победа Дортмунда над Лейпцигом. 3-0. И очень хороший матч для себя лично. И для меня тоже провел Кобель. Так что, скорее всего, Кобель теперь у нас будет основным вратарем. У них одинаковый рейтинг сберки. Но вот чисто дать шанс молодому. Потому что это Баруси Дортмунд. Мы здесь доверяем молодежи. По их джиму наиграли на 6 мячей. Лейпциг вот на 1. Если округлить. Гол все-таки наиграл. Ну что же, снова игроком матча признан Эрлин Холланд. У него гол плюс пас. Также по голу забили Хюмельс и Малин. И голевую отдал Арфаэль Гюрера. Как раз с вот этой подачи углового. Ну что же, по матчу. Надо также мне посмотреть, кто хуже всех сыграл. Ну, как мы видим, Цабаслай. 6-1. Стартовый игрок. Мы заменили его по истечению часа, можно так сказать. 6-1 он оценку получил. Но такую неяркую, невнятную игру он показал сегодня против своей бывшей команды. Ну что же, нам приходит предложение от сборной Бельгии, кстати. Предлагают нам ее возглавить. Если я не ошибаюсь, сейчас Бельгия на первом месте вообще в мировом рейтинге идет. Но мы в любом случае пока что отклоняем. Ну и будет у нас сейчас игра против Штутгарта. Они идут на 15 строчки. Мы увидим вторым составом. Кстати, Кобель прокачался и у Бюрки выйдет 80-й рейтинг, у Кобеля 81-й. Поэтому теперь точно в любом случае Кобель был бы основным у нас вратарем. Состав на ваших экранах. Борусия против Штутгарта. Поехали. Итак, 12-й тур. Борусия против Штутгарта. Сигнал и Дуна Парк. Первое место заслуженно. Делят. Борусия Дорфмунд и Мюнхенская Бавария. Но на чистом первом месте идет именно Борусия. Скорее всего по разнице забитых и пропущенных. Ну и посмотрим, как отыграют матч против Штутгарта. Монталас с мячом. Опасный момент. Фомин. Ой-ой-ой. Ну вот это вот ошибка. Вот это вот ужасная игра в обороне и сила забивает. Смотрим еще раз. Фомин не точно выбил, но здесь и Бюрки. И потерял позицию, конечно, но проигрывает. Сейчас Борусия дома. Это уже звоночек. Рынье над Сабаслае и счет 1-1. Сабаслае буквально быстро и в принципе Дорфмундска Борусия быстро забила ответный мяч. Сравнивают счет. Поэтому у них даже есть время, мне кажется, забить еще один мяч перед перерывом. Тот на Колумуани. И неплохо. А еще и на Рынье. И все. Но это выход 1-1. Рынье реализует момент и забивает 3-6 минуты. А как я и сказал, Борусия может забить еще в концовке первого тайма. В итоге 10 минут до конца Борусия выходит вперед. Климович. И Силас забивает и сравнивает счет дубль у этого яркого вингера сегодня. Плюс еще и желтая, которую он получил в начале тайма. Так, и что это 11-метровый. Еще из-за гаду здесь подрезал игрока Штутгарта. Тут вовремя мяч отпасовал. И в итоге тоже вот опасный подкат. Рукой задел в подкате. Ну, посмотрим, как сейчас Бюрки. Кстати, Силас идет на хэт-рик. Нет. Забивает, естественно, Силас. 3-2. Борусия пропускает очередной мяч. Хорошая передача на Бранта. Юлиан Брант. Прострел на Рынье. И 3-3. 83-я минута. Рынье забивает. Сравнивает счет. И хорошая какая передача на Малина пошла. Вот. Вот оно, это ускорение. Ну, нужно было раньше отдавать передачу. В итоге запороли атаку. И ничья против Штутгарта дома. Ну, вот сейчас забивай и выходи вперед. Ну, в итоге игроком матча, скорее всего, станет Силас. Забил три мяча. Ворота Дортмундской Борусии. Но. Не хватило сегодня что-то Борусии. Итак, Борусия наиграла на 4 мяча. Штутгарта на 5. Поэтому для нас, можно сказать, по статистике. Заслуженный результат на табло. Хотя нет. Лучшим игроком матча признан Рынье. Дубль плюс голевую он сделал за этот матч. Сабаслай забил один мяч. И Юлиан Брант отдал две голевые передачи. Ну, что же. А в матче сегодня провалились, кстати, за году 5.1 оценку он получил. И Пан Грачич 5.2. Итак, нам приходит сообщение. Беллингем. Говорит, что он в хорошей форме. Хочется играть против спортинга. Я подумаю. Ну, действительно, сегодня у нас будет стартовый состав играть. В Лиге Чемпионов особенно. Мы делим первую строчку со спортингом. Поэтому надо сегодня выигрывать. И это, скорее всего, уже будет точно означать, что мы выйдем с первого места. Итак, Джан в последнее время находится в хорошей форме. Ротация очень важна. Скажем так. В прошлом раз матч с клубом Спортинг получился очень напряженным и зрелищным. Я не помню, со счетом 4.3 вроде он закончился. Мы постараемся снова выиграть. Спортинг и Баруси Дортмунд формально равны по силам команды. Какий будет подход к этому матчу? Ну, давайте сосредоточимся, сыграем хорошо. Много мячей в последних матчах мы пропускаем, конечно. Ненужных. Ну и вот он. В два раза практически Холланд обгоняет вторую строчку. Там идет и Роналдо, Марлос, Неймар, Мане, Лаутаро, Мартинес. Поэтому посмотрим, что сегодня будет из себя представлять Дортмундская Барусия. Кстати, Холланд уже не 89-й, а 90-й. Вот это быстро он так прокачался. Так, а по формам у них какая-то вот яркая такая же зелененькая. У нас хоть и желтая, но... Так, смена формы мне нужна. Пусть они будут в домашней в своей играть. Барусия против Спортинга. Пятый тур Лиги Чемпионов. Поехали. Итак, Сигнал Дуна Парк. Барусия принимает Спортинг. Невидимые игроки. Я не знаю, они появятся во время матча. Да, появились, слава богу. Как-то вот странно. Такой вот баг опять словили. Но посмотрим, получится ли с этим багом нам сегодня обыграть Спортинг дома. Ройс. Какая хорошая передача. Малина на Холланда. И Эрлинг дожимай. Дожал. Эрлинг Холланд первым же ударом, можно так сказать, в створ забивает свой тринадцатый мяч в пятом матче Лиги Чемпионов. Супер. Так вот и Эрлинг Холланд. Хорошая передача на Малина. И вот здесь может быть парашютиком уже наконец-то. Да. Давно такие голы я не забивал. Сегодня вроде это вообще первый гол, когда так получилось пробить. И вот Малин забивает. Так, неплохо. И Ройс сразу так на Малина. Холланд. Хороший пас на Малина. Ну и здесь просто шикарный момент для Эрлинга Холланда. Малин не пожадничал, отдал голевую передачу. И норвежец забил. И вроде как дубль уже сегодня. Ройс. И какой гол. Еще и от перекладины парашютиком. 4-0. Дортмунд куражится сегодня. Главное не пропустить. Так не получилось пробить. Биллинге. Забивает пятый. Еще и голевая от Эрлинга Холланда сейчас была. Но в такой суматохе снова пропускает Спортинг. Уже пятый мяч в сегодняшнем матче. Биллинге. И какой хороший момент. И с левой ноги еще забивает Биллингем дубль. Два гола подряд от этого парня. 74-я минута. 6-0. Снова потеря мяча. Джан. Через Бранта. Холланд на Биллингема неплохо. И Биллингем отдает на Холланда. Тот головой забивает хет-рик. Сейчас был вариант. Либо Биллинге забьет хет-рик. Либо Холланд. Я вот решил, что лучше все-таки на Эрлинга отыграться. 7-0. Дортмунд громит Спортинг. И выходит, скорее всего, с первого места. Теперь, ну, если не официально. Потому что там еще у Аякса может быть вероятность. Если они обыграют Боруссию в шестом туре. Ну, посмотрим. Что же, по статистике. Сейчас посмотрим. Мы наиграли, кстати, на 6 мячей. Спортинг на 1. Но в итоге очень хорошо, значит, Кобель. И оборона отыграла. Лучшим игроком признан Эрлинг Холланд. У него 3 голевые передачи и 3 забитых мяча. Шикарная статистика. Биллингем дубль плюс голевая передача. Малин гол плюс 2 голевые. Ройс забил 1 мяч. Ну, и Леон Брант вышел. Отдал 1 голевую передачу. Ну, кстати, у Кобеля оценка 6-5. У него, в принципе, я так понимаю, не было никаких моментов. Один удар по воротам. И тот не в створ. Два сообщения от игроков. Холланд, я рад тому количеству времени, что вы мне даете проводить на поле тренера. Спасибо. Ну, я действительно горжусь тобой Эрлинг. У него рейтинг уже 90. Ну, и Биллингем тоже рад, что мы его выпускаем. Так держать ему скажем. Так, обновлен ежемесячный отчет скаута. Давайте посмотрим на наших молодых дарований. Вот, Ноан Фалки, 94. Доминик Хельзель. Остальных пока что убираем. Карло Ньюмен. И Хенрик Краус. Поэтому пока что этих парней мы возьмем к себе в молодежную академию. Ну, и у нас сейчас последняя игра в сегодняшнем выпуске. Играем против Вольфбурга. Они идут на пятой строчке. Ну, и у нас, кстати, потеря очков. Хоть и матч в запасе, но если мы выиграем, у нас все равно будет отставание до Баварии в два очка. Как раз вот эти два очка, которые мы и потеряли в матче против Штутгарта. Играть будем снова первым составом. Потому что надо нагонять, возвращать свое первое место в Бундеслиге. Надеюсь, по формам лучше, наверное, поменять. Потому что все равно какие-то вот... Не знаю, какие там будут погодные условия. Может быть и ясно. Ну, давайте уж отыграем в гостевой форме. Вольфбург против Баруси. Поехали. Итак, 11 голов пропущено в 12 матчах Бундеслиги у Вольфбурга. Это, скорее всего, лучший показатель. Ну, а Баруси забила 3-4 мяча в 12 матчах со старта Бундеслиги. Поэтому лучшая оборона встречается против лучшей атаки. Мы посмотрим, как сегодня сложится этот матч. А вот с Кобелем пока что, если я не ошибаюсь, все матчи у нас насухо. Вот он и первый пропущенный наш мяч. Сглазил, скорее всего. Арнольд забивает уже на 8-й минуте. Но, опять же, не накрыли, не вышли отбирать мяч. Тоже непонятно, в ком здесь косяк. Марко Ройс. Передача на Джана, может быть, сейчас есть. Эммер Джан, наконец-то, забил. Причем важный гол. Сравнял счет против Вольфбурга. Не такой, когда мы там и по 7, и по 8 мячей забиваем вот этот. Действительно, очень важный мяч. В итоге, еще до перерыва сравняли счет. Замечательно. Ройс. И Эрлинг Холланд забивает и выводит вперед Боруссию. Отлично. Вот так вот, на таких отскоках. Но получилось. И Эрлинг Холланд шикарным ударом своей рабочей левой ноги вколачивает мяч низом мощно. Смотрим еще раз. Рикошет, конечно, от игрока обороны. Это 25-й номер. Брукс, если я не ошибаюсь. И вот так вот, с такого разворота, низом покатил сильно. И Кастельс, естественно, не успел среагировать. Так, неплохо. И Арнальд. И снова. И этот парень забивает дубль сегодня. Хумельс у нас что-то устал. Но 76-я минута. Мы пропускаем очередной мяч. И пока что мы почему-то пропускаем в Бундеслиге только одних игроков. То есть нам Силес забил три мяча. Арнальд забил два. Джи Холланд, но он забивает только в Лиге Чемпионов. Много. Джан. Подача на дальнюю. Эрлинг Холланд. Вот. Стоило его только пожурить. И забил Эрлинг Холланд. Выводит нас вперед. Причем снова. Минимальная победа Дортмунда в Бундеслиге над Вольфсбургом на выезде. Так что ребята молодцы. Снова мы забиваем три мяча в Бундеслиге. Ну и по статистике. Мы наиграли на два мяча. Вольфсбург на один. То есть победа в любом случае должна была быть минимальной. Лучшим игроком там скорее всего Арнольд признан. Да. Дубль он нам забил. Ну и дубль Эрлинг Холланд как бы забил. Ройс отдал две голевые передачи. Джан забил один мяч. И одну голевую отдал Рафаэль Гюрера. Кобель 5.6 оценку получил. Вот. И у него пошел такой микроспад. Потому что всего было 4 удара. Три в створ и два он пропустил. То есть ну здесь действительно ужасная статистика у вратаря. Ну что же у нас ежемесячный отчет по молодежному составу. Давайте посмотрим. Так ну вот 85. Сразу до свидания. И вот этого Ньюмена тоже пока что уберем. Так ну а этим парням поставим план развития. Новые тренировочки. Вот здесь три недели. И давайте вот здесь тоже обоим вратаря Либера выставим. Поэтому все. На сегодня все. Ребят. Все спасибо большое за просмотр. Обязательно подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Не забывайте нажимать на колокольчик. Чтобы не пропускать наши новые видеоролики и стримы. Ну с вами был Андрей. И канал Футбол. Это же до новых встреч друзья. Всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok